ребята всем привет села делать макияж после созвона мне нужно снять обзор футболочек фаберлик и думаю дай сделаю макияж сниму и сейчас вместе с вами будем делать и так интересно я созвонила сегодня с новичком может быть полтора-два часа я с ней созванивалась значит я наношу вот такой вот fluid foundation spf 15 на себя увлажняющий тональный fluid с артикулом 6871 вот такой вот красавчик да так вот он на руке выглядит но он не такой конечно желтый вот он такой да то есть очень мне понравился вот и тема такого моей сегодняшней говорилки вернее будет очень интересная знаете так получилось что разговаривая сегодня с новичком не с новичком как бы она построила свой бизнес в рефлейме и потом значит у нее в пандемии все схлопнулось имя конечно же не буду называть вот и как бы так получилось что она решила больше как бы не работать уйти вышла по найму но из-за того что родила третьего малыша снова захотела работать и развиваться в фаберлик фаберлик она уже была зарегистрирована как покупатель просто делала заказы потому что ей нравилась продукция да то есть все начинается с продукции как вы поняли да то есть человеку продукт нравится то он и остается в компании и начинает зарабатывать и вот тут самое интересное случилось что она оказывается много очень долго рекрутировала работала развивалась делала охваты людей вручную в одноклассниках но у нее ничего не получалось и ей предложили ничего не говорить о компании фаберлик я тут зеркало до смотри ничего не говорить о компании фаберлик а предложили получается высылать сообщение инкогнито чтобы не дай бог лидер узнал что это фаберлик ну я если честно не знаю откуда это пошло и почему это пошло потому что я считаю что мы должны гордиться местом в котором мы есть но как это так брать и скрывать что мы фаберлик а что потом а как мы потом будем говорить что это фаберлик и вообще как можно стесняться компании которая идет как гигант мы в мировом топ-100 рейтинге находимся мы те консультанты которые сотрудничают с компанией которые скоро уже 27 лет на рынке мы люди которые понимаем что вот обратите внимание на всех топ лидеров да а что делают топ лидеры они в первую очередь хвалят фаберлик говорят о фаберлик развивая свое имя они говорят почему они фаберлик зачем они фаберлик и так далее и все кто ведут открыто бренд фаберлик к ним все больше и больше приходит людей и вдруг и вдруг о фаберлик говорить нельзя вот такой совет дали моему новичку мой же лидер и самое что не на есть интересное я прям вот честно в этом моменте затушевалась а если не говоришь что это фаберлик это что как из-под полы 80 до что там втихаря продавали менялись да то есть это вот все дело вот такое было происходило да то есть и как это так вообще да то есть вот это вот все делать для чего и как на то есть это у меня тон который мне не подходит я его использую под такой легкий контуринг артику 68 72 то есть и можно ведь он намного темнее чем есть поэтому я им слегка подрисовываю некоторые места дабы израсходовать ну потому что очень темный он и самое интересное что вот такой вот 68 72 тоже увлажняющая и самое интересное что мы же должны с вами понимать сейчас что мы находимся в компании в гиганте если мы с вами будем грубо говоря стесняться продвигать компанию ну о чем это должно говорить это должно говорить о том что мы делаем что-то не знаю подсудное нереальное мы что-то делаем втихаря то что вот ну как бы я не понимаю вот этой позиции вот может быть у вас конечно на это вот свое мнение но все равно же человек который придет фаберлик он же поймет что он фаберлик это во-первых а во-вторых я считаю что рекрутировать обратите внимание на топов компании что рекрутировать нужно именем компании фаберлик да то есть развивать нужно себя это все верно но и не забывать рассказывать о месте где вы находитесь компания фаберлик имеет свой собственный завод свою микробиологическую лабораторию завод еще имеет город фурманов да то есть мы развиваемся мы растем мы до такой степени уже впереди планеты всей что чтобы не было мы русская компания которая дает огромное количество рабочих мест и на заводах и конечно же в лабораториях и конечно же как сетевых предпринимателей в статусе самозанятые или в статусе и п и вдруг я узнаю что нет нельзя говорить ну как бы вот напишите мне свое личное мнение как вы думаете можно говорить или нельзя говорить что вы пришли работать фаберлик это вот как знаете какой прикол да тут у меня выпало уже моя до расходу и все равно поездку ездила и потери у меня потерь в общем хайлайтер потерялся значит 64 33 палеточка вот так нет сначала пудру так вот такая вот пудрочка вот and dry perfect me 65 33 артикул очень мне нравится матовая хорошенькая такая пудрочка я использовала светящийся светящийся хайлайтер поэтому хочу немножечко припудрить все-таки и лицо и все вот и смотрите про компанию фаберлик очень интересно получается когда мы скрываем про фаберлик и не говорим про фаберлик как мы хотим чтобы к нам вообще приходили люди я конечно же всеми руками за чтобы о компании фаберлик наоборот говорили но говорили как я вам сейчас дам такое предложение а вы его обмазгуете да то есть есть не совсем умные блогеры да то есть не совсем такие как стать продвинутые но любой человек может научиться до любой может стать любым которые тупо скриншоты из каталога выкладывают тупо выкладывают один продукт и ждут что у них пойдет бизнес но в принципе бизнес может пойти до 60 человек по 50 баллов ваша зарплата 50 тысяч вы директор это конечно возможно но если вы хотите крепкий допустим крупный бизнес да вот я например статусе партнер фаберлик я уже девять лет и могу сказать что если вы хотите крупный бизнес все-таки вам нужно искать людей которые будут искать таких же людей как и вы как и они сами то есть они будут хотеть строить сеть и товарооборот а с помощью сети вот я всегда в первом сообщении в первом предложении я всегда писала что я лидер компании фаберлик менеджер компании фаберлик и так далее да когда начинала долгих девять лет назад работать мы не знали что такое бренд что такое там реклама мы спамили и мы очень много спамили и я на всех своих страничках обращала внимание на то что они должны быть настроены соответственно то есть я выкладывала фото своих топовых лидеров директоров с чеками совсем то есть всегда пыталась обратить внимание что тут белый бизнес что тут легальный доход что тут все то что можно в принципе заработать и из интернета сидя дома а потом еще и начать путешествовать что самое классное да и всю жизнь же мы не можем сидеть дома и работать все равно куда-то хочется съездить до в какие-то страны там не знаю очень часто русские ездят на утай еще куда-то да то есть на кавказ тоже там очень красиво божественно говорят еще кстати там не было очень хочется вот скоро зато полечу беларусь ребята вот и что хочется сказать да вот в этих во всех моментах если мы с вами изначально будем скрывать что эта компания фаберлик а не делать что вау мы фаберлик да то есть я вам предлагаю так сделать вау мы фаберлик вау фаберлик там занял такое-то место там то фаберлик там сделал это это фаберлик сделал там пятое-десятое то есть вот прям вау это фаберлик да то есть фаберлик открылась только до директоров компании да то есть там в моем проекте если нет у вас статуса да в моем проекте столько-то открылась до провести вебинар о том что компании есть там два завода своя микробиологическая лаборатория все продукты тестируются по гостам стандартам с анпином то есть у нас есть не только статусы но еще и качество да то есть витамины по стандарту GMP, то есть все вот это вот рассказывать, 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 нахваливать и не забывать еще вперемешку рассказывать о системе роста. Ну, например, все мы с вами находимся в проекте Faberlic Online. О чем это говорит? Что за проект Faberlic Online такой? Это крупный проект численностью 500 тысяч человек, и вот вы тут находитесь, зарабатываете, и вы можете рассказывать, какое обучение есть, то есть какие марафоны есть. Никак там не снимать свои ролики, как рекрутировать, например, ВКонтакте, если вы не умеете, а говорить, что у вас есть уже обучение о работе ВКонтакте, то есть и спамом, и брендом, и нетворкингом, и получается, чем угодно у вас есть, к примеру, что можно сказать еще, что вы и бренд вас допускаете, и сендлеры делаете, то есть свои боты ВКонтакте, то есть вот это все, то есть не умеете сами, мы вас научим, не хотите сами, у нас есть боты готовые, берите, пользуйтесь, пробуйте, да, то есть вот, и вот тут самое-самое такое интересное, что все равно нужно не забывать про то, что если вы в совокупности будете рассказывать, кто вы, что вы делаете для структуры и команды, что вы вообще за человек такой, если вы постоянно будете мелькать, что-то рассказывать, можно еще в перемешку с какими-то домашними делами интересными, да, там, да, то есть, ну, такие, например, домашние дела, как поздравить людей там с 23 февраля, с 8 марта, это только сторисы, не надо этим ленту марать, замарывать, это не повод сделать пост, это абсолютно не повод, лучше поздравить в сторисах и так далее, или поздравить, если вы в ленте там поздравляете, или на канале Телеграм, например, поздравляете, то просто, пожалуйста, потом удалите, зачем это нужно, вот, и совокупность всего, да, того, что я хотела вам сказать, это тот момент, когда мы с вами, не стесняясь того места, где мы находимся, а именно, гордясь этим местом, где мы находимся, делаем такой эффект, что тут круто, тут вау, тут постоянно на проекте новые статусы, в компании новые статусы, стартует такой-то марафон, то есть, и все время, все время, все время об этом рассказывать, и желательно рассказывать своей любимой говорящей головой, своей, то есть, если вы будете рассказывать об этом как-то вот только с профессиональными роликами и клипами, которые дает проект, ну, это тоже классно, но саму себя тоже нужно, То есть вы тоже должны проявляться в мир, вы тоже должны проявляться как-то таким образом, чтобы через вас шла компания Фаберлик, а не через кого-то там, понимаете. То есть это круто, но смотрите, или вот я, например, Аня Кононова, да, я приглашаю людей в свою команду, и чем именно у меня хорошо, да, то есть давайте вот этот момент обсудим, чем именно у меня хорошо до такой степени, что вот ко мне люди приходят. Так, сейчас скажу артикуль, кстати, забыла сказать. Так, 502.09 карандашик вот такой, очень-очень светлый, кстати. Мне нравятся такие на дневной макияж, такие вот светлые карандаши, потому что у меня лицо светлое. Вот, тонировка выцвела, видите, я поражила, тонировка выцвела, и мне бы хотелось тоже брови, соответственно, сделать такие же, хотя у меня свои брови черные. И вот сейчас давайте с вами подумаем, знаете, над какой темой, над темой, что вы как представитель, да, можно сказать, как амбассадор, да, компании Фаберлик, вот как все вот эти вот блогеры, да, что-то торгуют, что-то продвигают, как они продвигают. Я попробовала, мне понравилось, рекомендую вам, да. То есть и люди идут и покупают. Ну и причем, если блогер посоветовал, извините меня, какую-нибудь чушь, то ему больше не поверят, но найдутся новые, кто поверит, да. То есть и блогеры на этом держатся. А тут как бы продукт, который, ну невозможно, чтобы людям не понравился, сами понимаете, да. То есть почему? Потому что люди будут пробовать, им понравится, они захотят еще. Плюс продукт периодически заканчивается, да, например, шампунь заканчивается, порошок для стирки заканчивается, да. Капроновые колготки когда-то тоже заканчиваются, согласны. А товаров в компании, ну настолько много, что, ну как бы всегда есть каждый раз что-то выбрать. Вот, чаи заканчиваются, бады заканчиваются. То есть и когда вы через себя продвигаете возможности бизнеса, хороший товар, и все время говорите, что Фаберлик это человек, ой, господи. Да, все время говорите, что Фаберлик это то, что дало мне рост, дало мне возможности, дает мне обучение мой проект, любимый, дорогой, да. Да, что столько-то директоров в каждый каталог открывается, да, какие все молодцы, да, какие все умнички, да, как же так, да, это же здорово, да, это же классно, да, это же суперски. Вот когда мы с вами вот так будем поступать, да, и постоянно искать, какой пост написать, какой пост сделать, лучше всего продумать контент, да. Ну, например, да, самый легкий пример. Скоро на проекте Фаберлик онлайн стартует марафон по рекрутированию ВКонтакте для лидеров, которые делают заказы от 25 баллов и выше. Вот настроена кнопочка, они будут туда заходить. И, конечно, самый-самый прикол в том, что это невероятно круто, это невероятно здорово, это просто великолепно. И получается, что мы с вами пишем ВКонтакте, что приходите и сразу на обучение заходите, да. Вот, потом, значит, следующий марафон, да, у нас будет стартовать, по-моему, по бьюти-чатам, по клиентским чатам, да. Потом у нас будет стартовать марафон по, сейчас вспомню, по бренду, как вести бренд. Потом, значит, у нас будет марафон по автоматизации ВКонтакте. Он уже для тех, кто получает зарплату, делает 50 баллов будет. Потом, конечно же, будет марафон для VIP-клиентов, да, тех, кто делает VIP. Он будет заключаться в том, что какие есть вообще виды рекламы, как можно себя продвигать, чат-боты, воронки, ну, вот это вот все. И, конечно же, как их продвигать, как их запускать и так далее. И вот тут я вам могу сказать, что если про это все рассказывать, плюс новости о компании, плюс свои личные какие-то мысли, идеи, такие же говорилки, вот как я сейчас, да, я дома, я в своем любимом кресле, я в своей любимой комнате сижу дома перед своим любимым компьютером, да. И вот когда такой момент бывает, вы понимаете, что, ну, блин, ребят, это кайф. Кайф работать из дома, кайф понимать, что у вас всегда будет все получаться, если вы в проекте, и вы стараетесь в этом проекте как-то себя проявить, да, то есть не только сидеть и рекрутировать, а делиться мнением с окружением. Так, значит, нет, это я немножечко попозже, вот такая вот палитра, но немножко попозже ее возьму, 567-62. Вот, сначала мне надо затенить уголочки глаз. Давайте возьму вот эту, очень мне нравится вот такая вот палета. Смотрите, она шикарная, темно-коричневая, просто тут бомба. Он как раз ко мне подходит, 57-38. И вот когда мы с вами понимаем, что весь мир, как бы, он повернут к нам, да, и нам нужно просто взять обучение и обучиться, а на самом деле просто интуитивно работать с людьми. Вот я, например, никогда ничему раньше не обучалась. То есть я смотрела очень много вебинаров и понимала, что вот такой вебинар нужен моей команде, и я его переделывала очень сильно под себя, да, то есть тему брала, а рассказывала свое мнение, да, о чем-либо. И когда ты рассказываешь свое мнение о любой теме, да, там как рекрутировать ВКонтакте, о компании Фаберлик, да, свой взгляд, то есть ты вроде как и людям это все дело не навязываешь, но люди, понимая, приходят и начинают вместе с тобой развиваться, потому что если мы не рассказываем о компании, если мы не рассказываем о проекте, где мы находимся в своих соцсетях, а просто там, не знаю, ведем бренд, ну, я считаю, что это глупый бренд, когда выставляется только товар, только скриншоты, все это трясущейся рукой, да, то есть то, если честно, я бы не пошла регистрироваться и тем более не захотела бы расти с этим человеком. А когда вы говорите, вот тут я провел планерку, боишься проводить планерки? Ну, блин, решай, хочешь ли ты зарабатывать сотни тысяч в месяц, может, пора научиться просто и перестать бояться? Вот, это рост, расти нужно все время и стараться расти нужно все время, а не так, что в этом раз и у вас будет получаться, что вы ничего не знаете, к вам пришли люди, а как вы их будете обучать, если вы сами ничего не вели, ничего не делали? Вот, и большинство людей боятся рекрутировать, переводить людей в команду, потому что даже не знают, что на нашем сайте абсолютно всем доступно шикарное просто обучение и не обязательно даже что-то самим создавать, но самим своей говорящей головой нужно рассказывать, что она у вас есть, именно своей говорящей головой. Если это будет делать за вас ваш директор, то рост можете делить сразу, скорость роста можете делить сразу на два. Почему я так говорю? Потому что только лидер, который продвигает себя, свое лицо, свою компанию, свой проект, в котором он находится, и рассказывает на постоянной основе про движи проекта, что у нас тут есть, да, то есть хвастается в продуктовых чатах, что же он там купил, только такой лидер будет знать, что такое товарооборот, как его создавать и как привлекать людей в структуру и команду. Люди идут туда, где успех, люди не идут туда, где ничего не видно и ничего не слышно, и попробуй догадайся еще, что ты зарабатываешь, понимаете? То есть какая-то жизнь должна быть. Ну раз в неделю прямой эфир, это отлично, понимаете? Это отлично, хотя бы вот так раз в неделю, там, пост, раз в неделю клип, раз в неделю прямой эфир, глядишь уже чего-то три раза в неделю. И когда, ну шикарные тени, согласны? Очень красиво смотрятся. Красота. И когда у вас в совокупности вот это все на странице идет, да, плюс вы выгружаете сторисы какие-то, хотя бы поверхностные, там, о своей личной жизни. Например, сегодня я иду там поздравлять маму с 8 марта. Я ей подарила вот такой шампунь Фаберлик, вот такой гель для душа, вот такой парфюм, вот такое полотенце, ну, вот такой крем, да, то есть и вот вы это все идете, рассказываете, и люди еще и вдобавок радуются, да. Смотрите, уже до дыры дотерло, до чего красивый цвет. И люди радуются, и вы это снимаете, вы это выкладываете. Можно сказать, что это бренд в перемешку с вашей личной жизнью. То есть, когда вы, господи, детские тени, это детские тени, ребята, но я от них кайфую, конечно. Это что-то с чем-то, посмотрите, какая красота. Ну, как от них можно не кайфовать. Вот, и вот это вот все в совокупности, на постоянной основе, когда вы это делаете каждый день, не под настроение, а когда у вас одна сториз в день хотя бы висит. Вот эта кисточка еще сейчас попробую тут снизу положить. Вот, а не так, что раз в неделю что-то выгрузили и забыли. 15 секунд сториз, лучше вообще, чтобы была минута целая сториз, понимаете? Чуть-чуть задела. Если будет 15 секунд, ну, это как бы маловато. И сторизы должны быть не добрый день, доброе утро, да, то есть, а добрый день сегодня будет этот, а тот, а я вас приглашаю, если вы не зарегистрированы, приходите ко мне. Кому нужен этот добрый день, объясните мне, пожалуйста. Вот люди, которые разочаровываются в сетевом, да, они обычно много делают дел, отдают на них энергию, а эти дела им вообще не приносят никакой результат. Почему эти дела им не приносят результат? Вот объясните мне, пожалуйста. Почему они не приносят результат? Ну, потому что человек рассказывает какую-то, ну, вот честно, чушь. Да, то есть, он пытается продавать сразу. Вот к нему только человек пришел на страницу, а там одни продажи. Кофта такая-то, кофта секает-то и так далее. Вот скажите, куда люди пойдут напрямую покупать? В Marketplace, на официальный сайт или к вам в Telegram-канал? Вот сами подумайте. О, господи, какая красота. В общем, да, вот сами подумайте, куда люди пойдут покупать? Зачем им знать, что у вас есть Telegram-канал с какими-либо продажами? Вот зачем? Так, это только так пальчиком наносится, по-другому никак. Поэтому, вот, сначала некрасиво, а потом офигенно. Да. Вот, почему люди ходят покупать на Marketplace? И давайте с вами разберемся вот с этой очень интересной ситуацией, да. То есть, они знают, что там можно купить кто-то это. Кто пойдет на миллионы Telegram-каналов искать, что им понравится, да еще и в компании Faberlic? Объясните мне. Да никто никогда не пойдет и никто вас знать не будет. И какой вы трафик гоните еще на свои каналы, на свои страницы? Кто их смотрит? Одни и те же люди их смотрят? Или все-таки разные их люди смотрят? Вот это тоже нужно понимать, когда вы ведете свою страничку. Кто смотрит? Трафик. Где вы берете трафик? То есть, трафик – это когда ваши люди к вам, будущее, да, можно сказать, клиенты к вам приходят и хотят что-то у вас приобрести или зарегистрироваться и расти так же, как и вы. То есть, это абсолютно две разные категории людей. Я их совмещаю. Кто-то рекомендует их не совмещать. Алиска тут спать пришла. Да, а вести разные странички. Но у меня нет времени вести разные странички. Я все в одном. То есть, у меня выходит, например, обзор продукции раз в 4 дня, и мне этого хватает, и все. На самом деле, говорилки у меня вообще вот такие, как сегодня, раз в полгода бывает. Ой, ну слушайте, ну красота, я не могу. Вот эти вот цветные макияжи – это просто бомба. Просто шикарно. Вот. И, конечно, наивно полагать, что к вам пойдут люди, если у вас просто продажи. Продажи, наборы, 5 осталось, 10 осталось и так далее, и вы считаете, что это бизнес. Ну хорошо, вы немножко попродаете. Что дальше? Ну вот вы попродавали. Вот подумайте сами. Вот этими наборами всем. Ну я не говорю, что именно вы, да. То есть, много людей, которые это любят делать. А что дальше-то получается у нас с вами? Так, тушь, 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 56,763. Что у нас дальше с вами получается? Человек зашел, ну что-то купил. Как он должен догадаться, что он может строить такой же бизнес? Вот когда человек не может догадаться, что он может строить такой же бизнес, а потом в соцсетях он увидит пышащую просто от счастья женщину, которая в компании Фаберлик уже зарабатывает, выставляет свои скриншоты, выплат, скриншоты выплат своей структуры, своей команды, да. То есть, он туда пойдет, он может туда пойти, он может присмотреться к этому человеку. А, допустим, у другого, да, лидера, который выставлял одни, получается, наборы, там, скриншоты из каталога и так далее, к нему никто не придет в команду. Понимаете? А почему никто не придет? Просто будут регистрации на покупки. Вот. Покупки – это хорошо, это здорово. С этого начинают, можно сказать, все новички. Покупки, бьюти-чаты и так далее. Но вы же понимаете, что одно дело держать там уровень директора, а другое дело стать драгоценным директором. Без команды и структуры с одними покупателями драгоценным директором стать сложно. Поэтому, если у вас что-то получается, вы, конечно же, это делаете. Но, если у вас это не получается, с такого способа находить бизнес-партнеров, этот способ, конечно же, конечно же, ни в коем случае нельзя бросать, но нужно внедрять бренд. Обязательно бренд, обязательно продвижение своих мыслей, своих идей, своих предложений. Обязательно снять, может быть, бота или просто с постов, постить посты про бизнес-компанию, что вот вы сегодня узнали такую-то новость о компании. Вот своим лицом, что… Всем здравствуйте, с вами Анна Кононова. И своим лицом сидеть и разговаривать, то есть с людьми, с публикой и так далее. И у вас получится, что вы действительно, господи, скоро уже будут до бровей ресницы, и у вас получится, что вы будете привлекать людей, которые будут хотеть зарабатывать. Вот смотрите, например, я вам расскажу такое интересное наблюдение. А так как я очень много езжу, путешествую, то есть веду планерок, вебинаров, созвонов со структурой команды, мне не хватает времени на быт. И уже более шести лет у меня работает хозяюшка по дому. И она собралась в отпуск, и я решила, что мне еще и вторая нужна, потому что отпуска все время, как же они будут друг друга отпускать в отпуск, если человек вообще один. А мне не всегда есть время готовить кушать. То есть я даю рецепт, они мне сами готовят. И вот тут прикол в чем? Я подала объявление в группу ВКонтакте, конечно же, вкладную, оплатила, по-моему, 2000 рублей, что ли. Мне это объявление закрепили, и я с превеликим просто удовольствием поняла, что ко мне люди на страницу пошли. То есть я искала домработницу, а зарегистрировалась девушка в Фаберлик. То есть, а почему она зарегистрировалась в Фаберлик? Почему она прошла по объявлению и увидела, что это Фаберлик? Ей стало интересно, чем я занимаюсь. Она посмотрела ролики, она последила за мной, и она решила, что я к ней пойду. Она зарабатывает, и я к ней пойду тоже зарабатывать. То есть я даже не думала, что я буду таким способом рекрутировать кого-то. Я не думала, что ко мне кто-то даже по такому способу придет, понимаете? А оказалось, что приходят, и очень даже хорошо. Дальше что произошло? Что бы произошло, если бы на моей страничке были бы одни, там, не знаю, один продукт, там, не знаю, туши, сковородки и так далее, да? Пришел ли бы ко мне человек на бизнес? Давайте подумаем. А не пришел бы. А некуда было бы приходить. А как человек должен догадаться, как человек, вот объясните мне, да? Как человек должен догадаться, что я строю бизнес, если на моей страничке одни скриншоты выплатят? Поэтому я никогда не совмещаю продуктовую страничку с бизнесом, вернее, не разделяю продуктовую страничку с бизнесом. Я просто сняла обзор, выложила и все. Кому надо, то смотрите. Иногда рилс и счерсы выкладываю, кому надо, то смотрите, да? Но никогда не разъединяю. И я никогда не стесняюсь, что я в компании Фаберлик. С чего тема-то началась, да? А если бы я скрывала, что я в Фаберлик и делала бы с этой страницы охват, они бы зашли, а там ничего нет. Ну, ничего там нет, понимаете? И как бы я должна была, там, например, цветы, дети, там, не знаю, рецепты какие-нибудь. И как я должна была бы понять, что тут на этой странице человек предлагает бизнес? Никак. И человек бы ко мне тогда бы не пришел. Поэтому за то, что вот вы скрываете людей от людей, что вы в компании Фаберлик боитесь предложить, не знаю почему, только вот это тоже очень интересный вопрос. даже если вы боитесь, да, предлагать и так далее. Но Фаберлик, он даже сам себя продает. Иногда просто выставляешь Фаберлик, а кто-то Фаберлик искал и кто-то хотел купить, потому что ему кто-то когда-то чего-то там нахвалил, но он не знал как. А он мало того, что приходит к вам покупать, вы ему еще можете сказать, слушай, у меня еще бизнес есть, давай я тебе расскажу, как можно зарабатывать, реши. А может тебе захочется тоже зарабатывать, понимаете? И это просто здорово, это просто великолепно. Господи, ну какая помада шикарная. Ага, 41, 150. Помада называется It's Collagen, с коллагеном. Красота. В общем, одно удовольствие эту помаду носить. Знаете почему? Потому что она очень сильно увлажняет губы. И цвет, и блеск, и как-то вот она их разглаживает, губки делает реально моложе. Мне вот это очень нравится. И знаете, есть очень много помад. Надо сначала кисточкой набрать, потом наносить, контур рисовать карандашом, да? А тут просто раз-два, и такой вот чистый, плотный цвет, и губы увлажненные, и напитанные, и ухоженные, и на много лучше, чем до. Да, я раньше очень любила матовые помады, потому что они стойкие. Но когда стала наносить вот эту вот помаду, я поняла, насколько она вообще, даже взгляд делает моложе бы, да? Потому что губы моложе, и взгляд моложе, потому что с коллагеном, потому что она выпрямляет, она ухаживает, она с витаминами, она с маслами ши, и так далее. Там очень много масел. В общем, кайф такой. Да, смотрите. Прямо и поблескивает так, аккуратненько, да? И вообще здорово. Так, ну что, макияж готов? Пойду снимать свои кофточки. А вы 10 раз подумайте, если у вас есть структура лидеры и консультанты, да? И лидеры, те, которые боятся говорить, что это Фаберлик, проработайте эту тему, проработайте этот момент. Фаберлик можно бесконечно гордиться. Фаберлик – это та компания, которая и помогает, даже мишкам помогает, пластик собирает, собственный завод, куча рабочих мест, 27 лет на рынке, входит в топ-100 много где. И я считаю, что это просто супер-мега-класс, что это просто великолепно, когда вы сотрудничаете с компанией, которая действительно уже на слуху у людей, действительно до такой степени развелась. Вы же понимаете, что если бы Фаберлик никому не нравился, сюда бы никто не шел. О нем была бы плохая слава. Компания Фаберлик – очень хорошая слава. И даже где-то если глюкнула система, не вложили какой-то подарок, бывают такие случаи, и то компания возвращает деньги сразу моментально, мгновенно, или вкладывает этот подарок в следующий заказ. Вообще я работаю без проблем все 9 лет. И вдруг узнаю, и уже не в первый раз, не в первый, наверное, десяток раз, вот так вот честнее, что, ой, мне наставник сказал не говорить, что я Фаберлик. Почему? Почему? Все топ-лидеры, все топ-лидеры, обратите внимание, лидеры уже с уровня директор, и выше, 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 серебро, бриллиант, золото, рубиного директора и так далее, они уже все до единого, они кричат, Фаберлик, они восторгаются, компания Фаберлик. И я могу сказать, что именно это им и дает рост. Понимаете? То, что они благодарны компании, то, что они рады тому, что вот у них есть все то, чего не было бы без компании Фаберлик. Очень много лидеров действительно развиваются. В компании Фаберлик сотни тысяч директоров. И это круто, это шикарно, и это просто невообразимо приятно понимать, что компании доверяют сотни тысяч человек. У меня у самой, уже в структуре, команде примерно плюс-минус 200 тысяч человек, плюс-минус 5, когда как. И где же бы я взяла, допустим, эти же 200 тысяч человек, если бы компания была какая-то не такая, там продукт был какой-то не такой, или она там деньги кому-то не платила, или там где-то обманывала, где бы я взяла столько людей. Понятно, что компания кристальна во всех своих обязательствах, во всех своих обещаниях компания кристальна. Самый такой сложный для нас для всех период в страхе, в таком, вот мы сейчас находимся, переживаем, боимся. И то компания день в день все выплачивает. И уже начала даже обратно акции. Хотя компанию засанкционировали со всех сторон, понимаете, и это тоже как бы компании было тяжело. Но мы развиваемся, мы идем вперед, и мы можем зарабатывать и сотни тысяч, и миллионы. И я проверяла это на практике, прежде чем такое говорить. И вижу свою структуру, вижу свою команду. Да, есть лидеры, которые нифига не растут. Да, то есть, ну вот уселись и сидят, и говорят, как мне плохо, как у меня все плохо. Ну им все это и приумножается. есть лидеры, которые, как я, работают, развиваются, снимают ролики, ведут вебинары, запускают рекрутирование, запускают рекламу и идут вверх-вперед. Ну что поделаешь, так вот и бывает. И в медицине бывают хорошие врачи, а бывают ужасные. И в школе бывают учителя от Бога, а бывают, господи, зачем моему ребенку такое чудо досталось. Это же травма на всю жизнь, да, некоторые же учителя. Вон как детей могут им унизить, и что попало сделать. Вот, ну и в сетевом такие же люди появляются. Да, в сетевом это люди. Фаберлик это люди. Фаберлик это компания, которая для людей, для народа, для всех. Фаберлик не выбирает, я с тобой буду работать, с тобой не буду. Вот если бы я была человеком, которая бы там, например, делала бы какие-то пакости, рассказывала бы неправду о товаре, или еще что-то, понятно, у меня была бы меньше структуры и команды, да, согласны? Это же все идет из души и сердца. Если человек видит, что ты искренен, то и люди потянутся к искренним людям, люди тянутся и к вам потянутся, но нужно уметь проявляться, проявлять себя. Вывод каков? Если вы в соцсетях выкладываете скриншоты товаров, там, да, то есть только продукты, фото товаров, скриншоты товаров, видео товаров профессионально, которые выпускает компания Фоберлик, этого мало. Да, может, кто-то и найдется, чтобы купить, а вы попробуйте себя продвигать через компанию Фоберлик, свое лицо. Я сегодня продвинула, разговаривая с вами, и честное доброе имя компании, плюс рассказала, как я делаю макияж, плюс сделала макияж, кто-то эти продукты еще и не видел, и не знает. И это шикарно, ребята, когда есть куча возможностей, и вы можете развиваться, как хотите. Вот сегодня я так развиваюсь, и сегодня я так с вами разговариваю, а завтра я буду проводить, например, вебинар уже со слайдами, а послезавтра я поеду выступать на сцену, например, в Йошкар-Алу. Понимаете, какая многократная жизнь в сетевика, причем и доход белый, официальный, и легальный. Это шикарно, когда мы с вами развиваемся и даем возможность развиваться других, когда у них не получается, и мы их обучаем. Это шикарно. Ведь правда? Напишите мне, пожалуйста, свое мнение. В открытую вы работаете от компании Фаберлик, продвигая через свое лицо компанию, или все-таки вы стесняетесь говорить, где вы работаете, и где-то там в личке после регистрации говорите, ха-ха-ха, вот в Фаберлик попали, ха-ха-ха, так вам и надо. Но я просто не представляю, как это вообще возможно, как вот этот переход сделать, да, то есть человек пришел зарабатывать, ему, например, говорят, там, я там, менеджер бьюти-чатов, хорошо, тебе говорят, вот Фаберлик, вот продукты иди продавай, и он так, стоп, стоп, какой менеджер, каких бьюти-чатов, почему, 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 да, то есть, это тоже как бы хорошо, это тоже классно, и тоже можно зарабатывать, и 30-40, но можно же подписать менеджера бьюти-чатов в Фаберлик, качество продукции, оно говорит само про себя, и люди пойдут, менеджеры бьюти-чатов, так же, как сейчас везде реклама в Альберис, приходите, ну, в Альберис это всегда со мной, до встречи с вами в новых таких вот говорилках.